Фильм создан при благотворительной поддержке «Блаватник Фэмили Фондейшн». Я тебя упрою в желудок, тихонечко, и буду крутить в животике, а ты его там уже сам перенесешь, мне нужно на него напороться, смотри, ты сделаешь так, его держи, и вот так вот, и вот это вот, а, нет, до того напороться, чтобы попасть в живу, понимаешь, как и стоишь, и все, а я-то буду уже вот это, да, 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 все, вокруг оси, да, супер. А вот поначалу вот это вот клево, да, все, как раньше делали, так и сделали. Хочу напомнить, у нас, у нас Дон Жуан, это комедия. Я хочу вам представить режиссера нашего спектакля, Семена Яковлевича Спивака, художественного руководителя театра «На фонтанке». Как вам удалось справиться с Дон Жуаном, почему вы его забросили в 60-е годы? Мне очень нравится это время вообще в мире, мне очень нравится стиль одежды, мне очень нравится общение между людьми, и поэтому мы выбрали 60-е годы. Семена Яковлевича Спивака, у меня все, можешь начинать. А что-то веселое, например. У нас нет Лепарелла, Дон Жуана и Эльвира. А вот другое дело, это уже, я понимаю, человек работает. Ну, давайте, удачи. Я скажу, без кальчика. Встречаем дирижером, и внимание на второе положение. Мне кажется, вообще история Дон Жуана настолько вечная тема, как Петр Ильич с удовольствием приходил в Большой театр в конце 19 века и с огромным удовольствием слушал эту оперу здесь. Так же и сегодня, мне кажется, можно от этой музыки получать огромное удовольствие. Это такой необычный сюжет, и каждый для себя найдет, и для своего героя, и он может быть как и сегодня, так и сто лет назад, так же и много веков назад. Поэтому, наверное, и называют оперу Дон Жуана, Моцарте, оперы, оперы. Люди ищут и находят себя в спектакле, а увидев себя на сцене, они могут над собой посмеяться, и это для нас главное. В общем-то, очень жизненная ситуация. Соблазн, искушение, погнаться за сиюминутным удовольствием и предать человека, который тебя любит. Наверное, главная мысль заключается в том, что мы получаем все в жизни по заслугам. Дон Жуана, мечта женщин о прекрасном, о авантюре. Положительные персонажи, как мне кажется, они ведь не так притягательны, как Дон Жуан, который для меня не является отрицательным персонажем. Он ведь не насильник. Это вообще спектакль о свободе воли. Опера-опер. Спектакль о свободе воли. Величайшее произведение Моцарта. Дон Жуан. Эта опера, появлявшаяся на сцене Большого театра многократно, вернулась на его подмостки. На этот раз своего Дон Жуана представил публике известный театральный режиссер Семен Спивак, никогда прежде не работавший в оперном жанре. В его спектакле герои легендарной истории являются сообществом, в котором царит культ гедонизма и безудержной жажды наслаждений. Действие оперы напоминает по стилистике итальянской кино эпохи неореализма, с его иронией, трогательной наивностью и одновременно трагической глубиной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уже ли ничего смешного нет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ты боишься быть злой? Неужели так тупо я объяснил? Ты же женщина. Диня, так вы мне скажите конкретно, что не так было с Игроном? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, ну все. Ребята, идите, я остаюсь с Настей, я буду ей объяснять, что я ничего... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Улыбалась, как вы сказали, сидела, улыбалась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА улыбалась. Я улыбался вот этим местом. А ты просто улыбалась. И вот в этом вся разница. Так, у тебя выразительные глаза. Не бывает артиста без выразительных глаз. Потому что есть роли, которые можно играть только глазами. Опустила, повернула, подняла. Вот. Плохо. Ты абсолютно не беременеешь. Ты принимаешь психологические противозаточные средства. Да. Можете объявить это по театру? Я работаю впустую. Мы должны с тобой родить духовного ребенка. Ты и я. У нас они не рождаются. Вот я смотрю, у нас в Питере, у вас в Москве идет непрерывный праздник. Все работает на это. У нас выйдешь на Невске. Праздник, 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 праздник. Все празднуют, празднуют, празднуют. Но в сутках, это как йог, я уже говорю. В сутках у нас есть день и ночь. Поэтому не может быть один день. Мы можем задохнуться. Не замечая, праздники перерастают в праздность. Вот. И когда приходит время, то нам устраивают грустный уровень. Вот о чем спектакль. Я думаю, на куздец. Если сейчас ракурс, то гнять поедите от музыки. Отреагируйте на кисти. Хорошо. Режиссер, он немножко всегда психолог. Я в этом спектакле рассказываю о себе. А ты не хочешь рассказывать. Почему? А вас? Так, я пошел. Но это же надо записывать. Я считаю. Это же по каналу надо показывать. Это популярная передача. Настя и ответы. Репетиционный процесс для начала, это немножко как знакомство с новым человеком. Узнаешь, как он себя ведет. Что ему хочется, что ему интересно. И желание приблизить режиссера к себе, чтобы узнать и понять, что у него в мыслях, что у него в голове, и каким он видит этот спектакль. Стоп. Я вот не певец. Сыграйте, пожалуйста, вот это место, когда она встает. Я не певец. И я не режиссер оперы. Я никогда не работал в опере, но всегда считал музыку самым высоким искусством. И спектакли, которые идут в моих Петербурге, мы всегда строили по принципу музыки. Только наша музыка состояла из слов. Вот так. Поэтому, когда мне предложил Владимир Георгиевич Урин, я решил рискнуть. Я думал, что будет легче, но он очень тяжелый риск мой. Да. Ну сейчас должна быть классная сцена. Мне кажется, что Моцарт такой стебок. Вообще. В принципе, на первой нашей встрече он сказал, что будет сложно. Я знаю, что будет сложно. Мы будем искать общий язык. Мы будем искать, как взаимодействовать. Нам в БРЗ сейчас лучше сделать прямо микропаузу. Мы выставим какое-то репетиционное положение. А скажите, а хора тоже не будет сегодня? Что же нам делать-то? Мы все время в голове спектакль ставим. Ну хор-то мог прийти на 10 минут? Режиссер, который с огромным успехом руководит замечательным молодежным театром на Фонтанке в Санкт-Петербурге. Это театр, который я посещал еще будучи студентом. И то, что мне кажется, с какой, с одной стороны, уверенностью, с желанием прикоснуться к этой великой опере, но в то же время с опаской, осторожностью, Семен Яковлевич подошел и подходит вообще к этому проекту, к постановке оперы Дон Жуан, говорит только о его профессионализме. Потому что, ну, другой бы на его месте, конечно, я могу поставить Дон Жуан, даже легко. Но только великие мастера говорят, что не знаю, как это делать. Женщин этих двоих тоже нету, да? Нет, сейчас не будет. Так, ну, как нам прогонять? Как нам репетировать? Я не знаю. Это какой-то новый способ репетиций. В голове. Ну ладно, я хотел сказать большую вещь, но для малого количества артистов, может быть, и не надо. Когда все будут, я скажу. Я представлял себе так, как в нашем театре, что я расскажу замысел, и мы начнем репетировать народную комедию, потому что Моцарт был склонен к этому жанру. У тебя вторая сцена потрясающая. Знаешь, что мне нравится? И что надо нам с тобой продолжить? Не просто человеку первый раз работать в оперном театре. Все-таки оперный театр имеет свою специфику. То, с чем очень часто сталкиваются драматические режиссеры, когда действие в опере, оно замедляется за счет арии дуэтов, где один и тот же смысл, одна и та же мысль превращается в очень красивую музыкальную арию, какой-то камень преткновения. Сергей Иванович, ты не можешь вместо женщины стать? И Филипп, можешь стать? В драматическом театре ты больше играешь тром, это выражается во взгляде, это выражается в каких-то малейших движениях, мимики, жестах. По факту, когда ты выходишь на сцену, все приходится укрупнять, потому что у нас есть оркестровая яма, зал гораздо больше, чем в драматическом театре. Сергей Иванович, понимаешь, я надеялся, что здесь будет юмор, но он почему-то не приходит, надо ему позвонить. Это очень трудно певцу хорошему еще опускать голос в сердце. У них накачаны мышцы вот эти, но, может быть, если образно сказать, не очень накачаны мышцы вот эти. Театральная академия учили, я до театральной академии учился в технологическом институте, так что я инженер-химик. Вот. Нас учили качать вот эти мышцы. А они пока больше заняты вокальными вещами. Иногда происходят прорывы человеческие, но я надеюсь, что это прорвется. Злительный зал трюб. Маска. Петь или играть для меня это одно и то же. Я не вижу разницы. Голос — главный инструмент выразительности в опере. Я использую голос для того, чтобы передавать эмоции. Так что для меня разделять пение и игру невозможно. Ты лай, как трусливая собака. Окей, ты спи, как собака. Я знаю. По-моему, для оперы не нужен ни драматический режиссер, ни оперный, ни режиссер кино. Для оперы нужен просто хороший режиссер. А Семен как раз такой. Идея такая. Я Пол Маккартни. Ты видела когда-нибудь концерты Битлеса? Они плачут там. Все. Вот. Как живешь? Вот это ты должна. И поэтому ты вставай, только не улыбайся. Я улыбаюсь просто не могу. Ну, понятно. Это я снимаю. А вот именно вот эту девушку собираю. Так как у нас премьера, мы 24 часа в сутки проводим в театре. Вот я прихожу в 10-11 утра и выхожу в 10 вечера. Нельзя что-то упустить, что сделано, допустим, с составом, который работал с утра. Какие-то мелочи. А вот в промежутке мы стараемся поставить себе уроки, чтобы хоть как-то наш музыкальный материал продолжал развиваться, совершенствоваться. Отдельно еще не от тех, как вы пойти. Вот так надо петь. С акцентом. Пока ничего. Оперный театр – такая сложная конструкция, да, то есть мы как бы находимся на разных этажах. Я вот ходил на эти репетиции, и это, конечно, очень интересно, потому что все-таки основная наша функция – это аккомпанировать певцам, да, и чтобы аккомпанировать, надо понимать их как бы кухню, когда они берут дыхание, какие-то мизансцены, что они делают в это время. Семен Яковлевич, еще раз надо финал делать. С выходом, может быть. У нас сейчас есть разногласия со спецэффектами, у них в программе неверные установки. Созащиеся. Антоник отвел туда. Кто ввел туда этих установок? А кто вводил этих установок? Английская разведка. Где художник? Вот он. Самое трудное для меня сейчас – это протащить историю какую-то, и чтобы она была ясная. Так как я йог, я больше всего люблю слово ясность. Это пока не происходит. Когда он поет первую часть, он должен смотреть на нее, иначе скучно. Поэтому, когда он поет первую часть, петля медленно-медленно спускается, даже если она опоздает. Обычно я выступаю в спектаклях, где только один состав исполнителей. А здесь два лепорелла, три эльвиры, три царлины. Это хорошо, потому что каждый раз ты учишься чему-то новому, ведь ты играешь с разными людьми. Это для меня ново, потому что тогда надо ставить три разных спектакля. Вот у нас вчера был очень сложный день. Человек все время говорил, мне неудобно. Давайте переделаем за две недели до премьеры. У меня внутри раздается хохот, а из глаз льются слезы. Вот. Два института, хочется де чизу, ария должна быть де чизу. Готовы? Да, я даю сразу три и раз, и ария начнется. Бом ди бом коре. Готовы? Я даю три раз. Ри. Еще раз, еще раз, еще раз. А дайте такой раз, чтобы оркестру можно было оттолкнуться в форте. Пам-пам-пам-пам-пам, там-пам-пам-пам. Раз, должен быть определенный. Раз, два. Были такие ситуации в моей карьере, когда я вылетала в абсолютно разные театры. За три часа до спектакля. И это были серьезные постановки, серьезные театры. Иногда даже мешает вот эта долгая работа мне, потому что ты иногда перегораешь к премьере. У меня солисты оказываются за столами, им же надо выходить парь через кулисы. А пение-то куда делать? Ну, мне нравится идея, что столы позже уезжают. Это по музыке, это правильно. Но певцов можно раньше вывести, или нельзя. В театре, если не все решает режиссер, ничего не получается. Потому что спектакль должен сконцентрироваться в одних руках. Один известный режиссер, любимый мной, он сказал, Ты должен понять, в оперомом театре не ты главный, а главный дирижер. Наверное, я этому учусь. Это важно, когда дирижер участвует и в режиссерских В таких моментах, потому что часто сейчас бывает, что драматические режиссеры ставят спектакли оперные и могут не знать много нюансов Восьмушка короткая Скажите восьмушку короткая Короткая Мягче, круглее Да, маэстро берет все в свои руки в последний момент, правда Хотелось бы, чтобы немножко это раньше было отработано, но так как времени всегда недостаточно Поэтому вот это обычно происходит в последнюю неделю перед премьерой, перед спектаклем А когда дыма нет, они другое придумывают А потом они говорят, ой, нам оркестр не слышно Делаешь подзвучку Технически он не простой У нас очень много движений У нас двигаются стенки Все время находятся в каком-то движении Их несколько штук Выезжают большие статуи у нас Не просто все И это все требовало большого количества технических репетиций Я когда делал макет Я как-то даже и не ожидал, что это будет так сложно технологически Я понимал, что будет сложно, но не настолько Несмотря на то, что кажется, что вообще ничего нету Да, декорации какие-то ужасно минималистичные Но они страшно сложны технически Потому что компьютеры все не вручную Вручную, как правило, надежнее Но тут так получается, что вручную не сделать В другом театре такого бы не сделали, наверное Наш замечательный художник по свету Дамир Исмогилов Который берет краску всегда от музыки Он ждет всегда оркестровых репетиций И он начинает на оркестровых репетициях делать свет Все равно я должен слушать музыку Понимать, как работает опера Как работают небольшие коллективы вокруг оперы Я это называю и хор, и миманс Он всегда пытается быть вот этим связующим звеном Между артистами, художником, режиссером И пытается все это обернуть в какой-то такой, знаете, свет Который доносит до зрителя уже финальный результат Потому что мы же все-таки глазами очень многое воспринимаем Я хотел бы получить атмосферу Потому что здесь же спектакль весь атмосферный Тут нет времени дня Нет времени года Здесь просто некая среда, атмосфера, которая соответствует музыкальному ряду Она должна либо идти с ним вместе, либо очень в противовес С этой безумно красивой музыкой Но она очень космическая в понимании современного человека И там свет надо делать нереальный И реальный свет, я так понимаю Елена Васильевна пела в Мариинском театре «Кармен» И ее Дон Кайров в третьем акте так швырнул Она упала и сломала руку Сломала руку, а ей допивать третий акт И ей говорят, ну что, нет Быстро заморозку сюда Ей быстро заморозили, она допела сломанной рукой спектакль А вы коленку поцарапали, подумаешь Ну-ка Готовы? Аллегро! И раз! Для меня отправной точкой является драматургия композитора Гениальность этой партитуры в том, что у Моцарта Драматургия прописана в музыке И если то, что мы делаем музыкально Не совпадает с визуальным рядом Мы не помогаем зрителю ощутить вот это музыкальное путешествие Которое называется «Дон Жуан» Это на Льноболе или Парелло? Да А где другая? С девочками В сорки Да-да-да, вечером Я уже сам для себя отмечаю, каким я должен быть Да, режиссер, понятно, подсказывает географически Да, говорит, что здесь можно чуть-чуть больше сделать жеста, чуть меньше Но это зависит от чувства, что ты хочешь преподать в данный момент И здесь уже автоматически идет посыл и голосовой И желание себя выразить непосредственно со своим партнером Что нужно сделать? We have to do You have to prepare for us Andante Вам не надо раз играть Вы заканчиваете последний аккорд А Andante сыграем мы в оркестре Иначе будет не вместе Моцарт очень сложный композитор для исполнения И у вокалистов, и у инструменталистов Моцарт – это вершина Великий Святослав Рихтер сказал, что он так и не нашел ключика к музыке Моцарта Это сказал один из выдающихся пианистов 20 века Немец по происхождению Все спрашивают, почему Моцарт такой трудный? Потому что быть естественным, простым и искренним – это самое сложное Не надо этого делать У нас будут еще барочные оперы Там «Арио Дан» скоро будет или что, понимаете? Поиграйте там, не надо этого делать Ну что это? Нельзя Моцарта так играть Моцарт – это не барочный Ну, посмотрите по эпохе, когда жил Моцарт Элементарно Сколько уже это говорить вам? Моцарт – не барочный композитор Нельзя его играть таким мяуканьем В Моцарте вообще важна такая, знаете, метрономная техника В плане того, что достаточно все четко должно быть выучено в музыкальном материале Это очень сложный композитор на самом деле И к нему нужно особо подходить Динара, Динара, я бы не сопротивлялся Это очень хорошая сцена Даже за две ноги можно Ну что вы? Вы там не Динара, вы Эльвира Хорошо, но мне надо как-то Пусть за три… А можно, чтобы заупил он? Это будет экспромция Понятно Ну, я думаю, что для музыкантов, которые играют, наших коллег, которые говорят на сцене Это, конечно, такой волнительный момент Потому что там всего буквально несколько тактов И если они в этих тактах разойдутся и что-то пойдет не так То это будет совсем не то, что хотелось бы Но в театре вообще все волнительно Ну что значит не подошли? Я сказал с одиннадцати стоять всем в кулисах Ну чего же вы не играете? Не надо играть за них Помощники режиссера, а вы вызывали оркестр? Ну конечно вызывали Сценический оркестр был вызван Ну ребята, ну идет же прогон Ну прогон идет Можно, чтобы кто-то же отвечал за что-то вообще здесь? Сейчас пришли или нет? Собрали народ? Симазетто И кюзо на перке Where you find him out Одна из гениальнейших находок Моцарта Поставить три оркестра на сцене Мы долго это репетировали, потому что должен быть акустический эффект Один главный оркестр У нас первый, он играет Минуэт На три четверти Второй оркестр играет на две четверти Абсолютно другую музыку И третий оркестр на три восьмых Еще третью музыку Вот если вы их послушаете отдельно Ну это три абсолютно разных произведения Но звучат они по вертикали абсолютно одинаково Все это еще связано с пением и с хором и с постановкой Но так был задуман Моцартом Он был большой шутник И вот его музыкальный юмор Конечно он не произойдет до сих пор Я исполнял эту роль около пятнадцати раз Я также исполнял роли Мазетто или Парелло Мне кажется, что почти все постановки делают очень серьезными и очень драматичными А здесь сейчас мы делаем настоящую комедию Полную иронии И на самом деле Ирония и юмор впервые выходят на первый план Дон Жуан такая опера-загадка Потому что совершенно непонятно вообще что это Это драма или это комедия Это в общем то и то и другое И как бы она написана таким образом, что начало и конец Как-то в общем вроде бы совершенно не связаны с тем, что происходит в середине В середине какая-то комедия такая дель арта А с краев такая в общем то драма Причем с такими, я бы сказал, если это здорово сыграть и здорово спеть То в общем волосы шевелятся на голове Та-там Вот они поют Прот-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-ээ-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э... У ми бемоль можно ваш услышать Суббогите какой он светлый А у вас он темный, поэтому звучит чуть низковато. Давайте, давайте, давайте еще раз, еще можно в гармонию. От Эльвиры. Продолжаем. Да, еще раз начало. Давайте протего. Прогладить эти две нотки. Только вместе. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот в одном я уверен точно, что это... Вы знаете, в мире больше всего ценится искусство легкое и глубокое. Вот это вот самое трудное сейчас вот у нас. Петь легко, но глубоко. Мне кажется, Моцарт, мой композитор, он опирался на народные песни. Он вообще народный. Мы ставим такую народную комедию. Моцарт так активно начинает оперу. Мне кажется, я не музыкант, но я слышу, что этот поет. Вы выбегаете. Является отец. Здравствуйте. Все подряд. Вот так. Хорошо? Да. Первое, что меня абсолютно убедило в том, что этот человек правильно, и так же, как и я, чувствует эту музыку Моцарта, когда мы, пообщавшись с ним два года назад, сказали одну практически одинаковую фразу, что опера Моцарта Дон Жуан – это ирония, это музыка с юмором, это ситуация, это комическая опера. И что она должна быть светлая, легкая. Когда Света тебя достает, ты улыбаешься. Ну что? Вообще она постоянно с твоей силой. Понимаешь? Играйся. Вот ты… Света. Ладина. Анна. Анна. Сам вначале. Ну, вначале. А, с пиджаком. Вот. А так получается, что… Ну, получается, ты был уставший там, серьезный. Ты даже смеяться. Саволь, ее потуги, тебя остановить. Она подумала… Давайте знаете, что сделаем? Давай. Мы же в Испании. Да. Я буду с пиджаком, как Тореадор с… Ну, можешь, как угодно. Она бежит там. Ты не думай, когда ты бежишь. Ты беги, когда ты фуле. Ты фуле. Все. Не думай на какие слова. Мы же на аппетиции. Ну, она нервничает. Ну, все понятно. Ну, реально. Не смей. Не смей. Я тебя поймал. Ты собрал. Если мы все договоримся, я думаю, что произойдет самое главное, что должно произойти в театре. А как вы думаете, что должно произойти для зрителя в театре? Я так думаю, что для зрителя в театре должно произойти следующая вещь. Он… театр должен его вытащить из его проблем хотя бы на два с половиной часа. На три. Заканчивается процесс репетиции. И мы оказываемся артисты один на один со зрителем. Дирижер, оркестр, певцы. Я несу за это все музыкальную ответственность. То есть мне очень важно, как я донесу до зрителей ту атмосферу, те намерения, которые были у нас, как у постановщика. Миша, убери, пожалуйста, лишних людей. Это сцена. Так, венег, будьте. Так, пойдем. 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 Что если у вас что-то идет не так, вы поднимаете правую руку только так, чтобы режиссер видел из кулись. И мы останавливаем успех. Мы все люди. может произойти что угодно к примеру с утра вы можете быть в плохом настроении но вечером на сцене вы должны быть профессионалами и как выступить в опере буф так чтобы зрители смеялись потому что важнее всего не дирижер не режиссер постановщик не певец важнее всего искусство а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон»